Всем привет дорогие друзья, вы смотрите канал TechUnion, меня зовут Даня. Сегодня мы с вами посмотрим на такие две интересные LED панели от компании SandMark. Мы уже делали множество обзоров на их продукцию, это ND-фильтры, это фильтры для камер и так далее. Можете посмотреть их по ссылочке в описании. Сегодня же нам ребята прислали вот такие две разные панельки. Одна из них биколорная, вторая RGB-шная. И сегодня мы с вами посмотрим, что они из себя представляют. И также с помощью колорметра в конце этого ролика проверим, что выдает наша биколорная панелька. Поэтому давайте начинать, погнали. Предлагаю начать с RGB-шной панельки. Давайте начнем с комплекта, что у нас идет в коробке. В коробке вы сможете найти сам свет. Вот этот вот белый рассеиватель, который кстати также, если вы не будете там отмывать после каждой съемки, будет вам давать смещение по кельвинам. Также у нас есть холодный башмак для крепления этой панельки куда-нибудь на камеру и так далее. Есть, естественно, кабель для зарядки USB Type-C. Уже, слава богу, стандарт Type-C приходит во всю технику. И также имеется кейс из микрофибры, чтобы можно было все это дело удобно транспортировать. Но мы их не используем, потому что если вы кладете LED-ку с этим рассеивателем, он резиновый, он цепляется не совсем комфортно. Но это нельзя считать минусом, я думаю. Значит, начнем с RGB-шной панельки. Видите, у них здесь есть сзади экранчик. В принципе, они одинаковые. Единственное, что одна из них RGB, вторая бикалорная. Все очень просто. Итак, здесь у нас имеется встроенных 8 эффектов. Первый это у нас молния. Второй это вторая вариация молнии. Третий это у нас вот такая вот полицейская машина. В принципе, она сейчас есть везде. Далее скорая помощь. Дальше у нас идет, здесь нарисована елочка. Но это, походу, пожарная машина. Дальше просто идет переливание RGB спектра. Следующее, все то же самое, только в обратную сторону. Далее есть вот такой еще эффект. Непонятно, что это на иконке нарисовано. Кстати, напишите в комментариях, как вы думаете, что это за режим. И есть режим SOS. То есть нажатием на диммер мы с вами можем регулировать яркость каждого из режимов. И если мы нажмем однократно на клавишу включения, то мы с вами перейдем просто в обычный режим RGB, где мы сможем настроить яркость. Также выбрать Hue, то бишь цвет нашей панельки. И отдельно у нас имеется параметр Saturation, где мы можем настроить насыщенность этого цвета. Также имеется индикатор батареи и в принципе название режима. Единственный минус в том, что индикатор батареи можно было заменить на какие-то значения, например, ампераж или просто время, сколько осталось проработать этой панельки. Я думаю, что эта информация была бы полезнее. Но мы проверили, она может одновременно светить и работать от пауэрбанки, поэтому это также плюс. Но я думаю, что у каждой панельки есть такая возможность. С RGB панелькой, я думаю, мы закончили. Теперь давайте посмотрим, что у нас происходит с панелькой биколонной. Здесь мы уже сможем померить, выдает действительно ли она правильные параметры. Единственное, что делать мы это будем не сейчас. Я вам просто покажу скриншоты, поскольку здесь у нас работает свет. Мы выключим все и в полностью темном помещении это проверим. Здесь по настройкам у нас немножко меньше. У нас есть регулировка нашего диммера, то есть опять же от 0 до 100. И есть регулировка температуры. Максимально это у нас 6500 кельвинов. И минимальные значения, которые мы с вами можем добиться, это 3000 кельвинов. Ну давайте ради интереса сейчас подключим колорометр и проверим все-таки значения с включенным светом. Включим захват экрана, чтобы эту информацию вы также смогли увидеть. И давайте смотреть. Во-первых, сейчас она у нас выставлена в режим 3000 кельвинов. И смотрим, что у нас получается по параметрам. 2940 кельвинов мы видим на приборе. Если же мы снимем вот этот резиновый рассеиватель, то мы с вами получаем 3000 кельвинов. То есть в принципе ровно что заявляет производитель. Опять же делаем поправку на внешний свет. Давайте сразу без рассеивателя переведем нашу панельку в какое-то среднее значение. Т5400 пусть это будет. Проверяем. И здесь у нас, во-первых, появилось смещение в розовый на одну, минус одну десятую. И также показатели у нас уже 4700. И теперь ставим максимально холодный свет, который она может выдать. 6500 кельвинов. И видим, что прибор у нас показывает 5590. Это почти 5600. То есть отклонения в принципе такие же, как и были у панельки SWEET. Обзор на которую также сможете найти на канале. И теперь давайте еще проверим эти значения в холодных диодах с использованием рассеивателя. И теперь тестируем. 6500 на панельке. 5320 мы получаем на приборе. Кстати, хочу сказать, что касается корпуса. У нас была возможность недавно покрутить в руках Aputure MC. Которая выполнена в принципе в таком же форм-факторе. И хочется сказать, что корпус здесь выглядит, ну, немножко как-то по-монолитнее что ли. То есть он не такой китайский, как на Aputure. Но там есть приложение под смартфон. Там есть очень много разных эффектов. Вы можете связывать их в одну экосистему. Об этом, если интересно, также можем снять видео на канале. Еще забыли протестировать яркость панельки. Максимальный диммер. Производитель заявляет яркость 1500 люкс на полметра. И давайте померим, что у нас показывает экспонометр. Значение у нас 1000 люкс. Но это с рассеивателем. Давайте ради интереса снимем рассеиватель. Без рассеивателя 1370. То есть в принципе, что заявляет производитель. Отклонение всего лишь 1300 люкс. То есть отклонение всего лишь на 200 люкс. И давайте проверим то же самое, но с RGB-шной панелькой. Здесь у нас значения должны быть 770 люкс. Так, с рассеивателем значение у нас 300 люкс. Снимаем рассеиватель. И значение 480-500 люкс. То есть отклонение в 200 люкс, в принципе, как и на биколорной панельке. Ну а если у вас остались вопросы, то обязательно задавайте их в комментариях. Пишите, что вы думаете про этот цвет. И чтобы, например, вы выбрали панельку от Sandmarco или же Aputure MC или других производителей. Пишите, будет интересно почитать. Всем хорошее настроение. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok